Резкая боль внизу у живота и желание пёрнуть заставили меня опять оторваться от подготовки к контрольной. Ой, зря я после этих макарон ещё вкусняшку ел. Ой, зря. За окном была глубокая осень. На календаре было 30 число. До судного дня Х оставалось всего ничего 24 часа. Я совсем немножко нервничал и чуть-чуть психовал. Завтра это долбанный экзамен по математике. Меня посетила очередная мысль. Мне кажется, что меня всё бесит, всё, что связано со школой, просто бесит меня. Но деваться было некуда. Ты контрольной по математике готовишься? Я сел за учебники и стал готовиться к экзамену. Блин, какая же тяжёлая эта математика. Я попробовал ещё раз сконцентрироваться на учёбе. Так, надо перекусить. На полный желудок лучше думается. Слегка перекусив целой сковородкой пастой с курицей и грибами и небольшим, но очень вкусным десертиком, я решил прилечь и отдохнуть. Кушать еду – это ещё то тяжёлое дельце. Ну, раз я уже так удобно лежу, надо пройти пару миссий. Пару часов я шпилил в любимую игрушку-стрелялку. Десятки разбитых уазиков, громкий шум выстрелов снайперских винтовок и сотни потерянных бойцов и товарищей. Все эти события лишили меня сил до 0%. Я принял очень важное решение для меня. Мне надо хорошенечко вздремнуть. Ну, ты умница моя, вижу, что занимаешься. Чё? Прямо горжусь тобой, моя пухля бородатая. Ну, это… Вот блинский-кораблинский, контрольная. Я вернулся к контрольным заданиям по математике. Резкая боль внизу у живота и желание пёрнуть заставили меня опять оторваться от подготовки к контрольной. Ой, зря я после этих макарон ещё вкусняшку ел. Ой, зря. Мои проблемы с желудком, а также слова моей мамы. Так, обжора волосатая, хоре нормальную ютубку с няшками заедать. Не хватало мне, чтобы ты ещё заболел. Натолкнули меня на гениальную идею. Я знаю, надо заболеть, остаться дома и пропустить этот допамый экзамен в пятницу. Под покровом ночи, когда все родственники в доме уснули, я прокрался к своему ноутбуку. Проведя несколько часов за компьютером и изучая все лайфхаки по фиктивному заболеванию насморком и простудой, я был почти готов. И утром, когда мамулька уже проснулась, я уже был фиктивно болен. Ого, какая у тебя температура. Мамочка, я что, заболел? Да, кукурузка моя бородата, боюсь, что ты заболел. И тебе придётся остаться дома. Ой, 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 это очень плохо. 42 дежурства вне очереди в коридорах, а мне в наказание. Ну а что делать, малыш, придётся пропустить экзамен. Здоровье прежде всего. Я сейчас позвоню Чупакабре Анатольевне и скажу, что тебя не будет. Алло? Я же так готовился к нему. Я знаю, моя пухля волосатая. Потом догонишь. Главное выздороветь. Конечно, мамулечка, да. Ура, мой хитрый план сработал. Теперь можно не готовиться к экзаменам и делать то, что я хочу. Ура! Я почти усадил свою жопу на свой любимый диванчик. Для того, чтобы поиграть в очередную игруху. Как опять у меня прихватило живот. Вчерашние макарошки. Приковали меня к унитазу почти на всё утро. Прям до обеду было мне не очень хорошо. К двум часам дня я с горем пополам справился со своим туалетным недугом. Я почувствовал резкую слабость и головокружение. Что же это? Меня охватил панический страх. Высшие силы наказывали меня за моё враньё. Я уже был готов принять любое наказание. Но тут чихнул, слегка прокашлялся и по-вонючему, как скунс, перданул. Фууу. Блинский-кораблинский, а что, заболел, что ли? Я решил ещё разочек померить температуру. Фууу. Выходные коту под хвост 38,3. Контрольную по математике мне взятёт по четверти. Фуу. Я понял, что всё имеет две стороны медали. Я пропустил безнаказанно экзамен по математике, но получил за это температуру и весёлые выходные в постели с кучей вонючих лекарств. Блин, от меня же будет вонять, как от 80-летней, вечно больной бабы Зины. Фуу. Эх, короче говоря, я заболел. Подпишись, подпишись, подпишись. Колокольчик нажать не забудь. Комментарий ты клёвый оставь. И улыбнись, улыбнись, улыбнись.